друзья сегодня мы решили португал переехать из испании в португалию и сейчас мы увидим правда окна грязные здесь нет конечно и сейчас мы увидим как выглядит испано-португальская граница она проходит по реке гвазианна и мы впереди видим такой интересную конструкцию моста въезжаем и так вот так выглядит граница между испании португалией водитель наш везет нас все мы на границе мотив все сейчас переедем реку мы окажемся в стране португалия представляете все что я знаю в стране португалия это веселый португальский шевалейщиков будет с чемпионата мира рыпели очень веселый письм порта 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 порту ну все португал добро пожаловать португалию там какой-то стенд продолжайте ехать по дороге 10 километров добро пожаловать армии велкам пенни вини до туризм тупым туризмом заехать информационно показано что будут евро так искать считываться прямо вот там даже показаны высасываться евро ваши будут сесть . расскажи что в португалии платные дороги до платные дороги без буток есть вот так то есть все считывают просто по машине а поскольку мы испанская машина мы что должны сделать должны зарегистрировать карту как один из способов оплаты до кредитную карту свою но за и не да и к этой платной системе вот сейчас мы стоим в очереди на привязку а много таких дорог бесконтактные оплаты португалия снова все они около порту я около здесь да и около здесь и здесь основная трасса которая приняла здесь на курорте она тоже платная такая для того чтобы не было проблем с оплатой так бесконтактно оплачиваемых трасс туристам необходимо пройти вот такие пункты в которых стоят автоматы и досовыш кредитную карту она привязывается к номеру машины твоей и потом у тебя просто до кредитной карты каждый раз когда приезжают по платным трассам все списывается а через месяц потом этот счет отваливается либо ты сам должен зайти на сайт и отвязать сада отвязать свою кредитку такая система сейчас он не значит учишь от чешет там языком сейчас еще очень объяснить это вот такие пунктики сразу когда вещаешь португалию там туристу направо ну то есть ты знаешь что туристам надо проделать это полчаса сучишь тоже языком еще не пойму все ерунда он чешки запомнишь и интересно муж первый раз как вы видите тут рассмотреть ведь просто берет вашу кредитку не такая кредитка мне нравится берет такую кредитку дает что-то ему не понравилось кредитка что карта мир понравится сбербанка берет нашу кредитку все фигас а номера машины полчаса считываются камерами то есть ты сам их не убиваешь то есть камера считывает номер машины как быстро этот чувак интересная штука как она считала номера машины Здравствуйте! Вы знаете, как все системы работают? Да, мы работаем. Позвольте на 30 дней, хорошо? Хорошо, спасибо. Спасибо. Вот нам привязали, значит, смотрите. Вот наш 834 КТГ. Номер главный там. Сейчас проверим, как сходится с нашим. Да, автоматический номер 834 КТГ, да. А только не написано, что Е, Испания. Или у них один номер. Вот такую нам портяночку дали, что на 30 дней нашу кредитку привязали к машине. И будет такой у нас создался автоматический счет, с которым будет списываться просто бабло за поезд по платным трассам в Португалии бесконтактным. Все вообще не вопрос. Так, блин, забуду эту посетить. Ну все, let's go! На покорение Португалии. Все быстро, в принципе. Только очередь была. В Лизбо, видите, туда. Держитесь. Ребятушки, и вот мы переехали на Атлантику. Курорт португальский Портиман на берегу Атлантического океана. Вот такие скалы вдали. Сейчас мы заселились в отеле. Пойдем смотреть. Такой отель. Президент Турим. Вообще первое впечатление от Портимана то, что это какой-то вообще Крым. Я не знаю. Настолько все совково пока что. Пипец. Какие-то кафешки с пластиковыми стульями. Отель. Сейчас поржете. Подождите. Смотрите. Правда, недорого стоит. Апартаменты на троих человек. 270 евро на две ночи. Так, какой у нас тут номер? 400. 403, да, наша новая? А ключ тебе кто-нибудь ставит сейчас? Или как там? Ключ где? Я вставила. У даже есть такая вот кухонька. Такая кухонька есть. Маленький, маленький телевизорик. Вот такие топчаны. Топчаны, подразумеваю. Шторочки. Такие балконы с плитушкой. Смотрите, какая страшная штука. Ужас. Посмотрите, сам дешевый номер у нас видно. Дорогу он не найдет. Вот такой замечательный пластиковый стол. Вот лоджия ведет в нашу спальню. Да? Ничего не напоминает? Крымскую квартиру напоминает, да? Ну, приблизительно так. Такие дверушки деревянные. С такой олдскульной и олдскульной. Ага. Ванна. Смотрите, из удобств положили только ванны. Только мыло и все. Это вот это вот. А сушки положили. А поводу куда ходить? Посмотрите, на какой колодец. Ой, какой древний тостер. Такой еще квадрат. Блин, венес тут вот это видела. О, колонка даже, смотрите. Как квартиры бабушки, блин, сняли. О, какие табуретушки, смотри. Отличные, кстати. Холодильник Арестон. Видели такую модель? Мини-бары сам закупаешь. Ой, я боюсь. Ой, умереть. Пока очки нет. О, есть лохань, мне кажется, она как раз под того тунца. Ой, какие, смотри, это что они напывают. Масло, кстати, что-то еще. А, это чтобы мы как дома купили маски, сделали салатик. В принципе, можно было отказаться вот от этого ради чайника с электричеством. А, электрического чайника нет, да? Нет. А, это реально подразумевает салатик. Это плита залуси, между прочим. Прикиньте, они сделали модернизацию кухни. Да. Это прикольно. Забавный, конечно, отель. Штопор положили, ситечко такое. Очень прикольно. Хотите вместо... Давай, показывай. Место для... Сейчас, для вытяжки. Бабанная дробь. Та-дам! Это плита, да? День должна была быть вытяжкой. Слушай, интересно, это кухня, его можно разглядывать очень долго. Здесь должна была быть ваша реклама. Здесь можете разместить свою посуду. О, Денчик, для арбуза, во всяком случае, есть поднос. Потому что есть шанс, что мы можем купить сюда. У меня вообще-то понемножко... Нет, тут все, это закрыло. Очень большая плазма. Очень. Такой кухня. Ну, кондиционеры есть. Это тоже плюс. Они едят из супермаркетов. Они едят из супермаркетов. Не помню. Курорт Портиман. Посмотрите. Во-первых, чтобы спуститься на пляж, нужно спуститься со скалы. Как вы видите. И народ купается. Значит, есть шанс, что океан не столь ледяной. И я смогу в него войти. У-ху-ху! Я искупаюсь в Атлантике! Вау! Смотрите, какой здесь пляж! Офигеть! А как сюда попасть, Денчик? Тут такая дырка с моих всех плот. Прыгнуть? Просто берешь и прыгаешь. Реально прыгнуть. Здесь народу не холодно. Ну да, жди рука. Я иду. Там где елочки. Круто вообще! Осторожно! На пляже падают к вам камни наголую. Вот здесь риск особенно большой. А вот здесь риск, ну так. Попадет скорее всего, но не обязательно. Именно туда мы и идем. Чтобы спуститься на пляж Портимана, нужно преодолеть лестницу. Сначала. Видите, как просто. В красоте это купаться. Купающихся пока мы видим не очень много. Видим больше стоящих людей по коленочку. Людей стоящих по коленочку. Надеюсь. Но наша Даша захватила гидрокостюм. Поэтому мы будем первыми туристами, попадавшимися в Атлантике. В Португалии. Мы сможем. Первые шаги до океана. Гидрокостюм нам поможет. Ха-ха. Жесть. Это было очевидно. Нет, на самом деле, в принципе. В принципе, все не так плохо. Красота. Да. Освежился? Да. Мама, она ничем особенно от Брэйтон Биш не отличается. Холодно. Очень холодно. Очень холодно. Прям очень холодно. Ноги отмерзают. Да. Атлантика. Да. Я согласна. Мало ли не буду подогреть. Черт. Друзья, я только что искупнулась в Атлантике. Понимаете? Правда, в таком очаровательном костюме. Но это реально. 16 градусов. Представляете, вода. 16 градусов. Но кайф просто. Кайф. Но теперь, а Денчик, прикиньте, Денчик взял, вошел без костюма. Просто вошел и сказал, что нормально, как в речке. Прикиньте. И вот теперь он сделал вызов нам с Дашкой. И мы думаем, войдем ли мы без гидрокостюма. Или нет. Хорошо, у тебя график в речке. Смотри. Не знаю, вызов принят. Сейчас я раздеваюсь и иду без костюма. Потом расскажу вам ощущения. Классно, вообще. Теплее, чем в Таиланде вода. Суперки, вообще класс, вообще круто. Прям мощь океана, энергия, вообще. Плюс 16, херня. Под сознанием может все. Просто идете в холодный океан и говорите себе, мне очень жарко, мне очень жарко. Плюс 16. Мне жарко. Энергия океана, это вообще. Хочу еще, пошли Денчик еще. Пошли еще, Денчик. Пошли плавать. Пошли, мне жарко. Охрененски. Смотрите, как войти в океан, когда плюс 16 градусов. Смотрите, говорите своему подсознанию, мне жарко. Мне жарко. Мне жарко. Это горячая вода, горячая вода жарко. Горячая вода жарко. Несколько слов для испанского телевидения. Для португальского, может, нет? Забыл, где ты, да? Месье. Капец вода, просто капец. Жарко, да? Ну, когда ты из нее выйдешь, нормуль, да? Единственный ее плюс. Дарья молодец, она занырнула. Занырнула, ой, занырнула. Да не, на самом деле хорошо, что. Водичка океаном пахнет, красиво. Горы, скалы. Солнышко. Скалы прикольные, да. Так что, вообще, все, огонь. Главное, воду не входить, а так огонь. Классно, вообще, супер, вообще. Еще хочу. Только пить хочу. Через дырку. Я не людей, а... Хотите посмотреть, как португальцы сделали променад для Прагу вдоль океана. Вот это вот партиманский променад, состоящий из просто протоптанных дорог. Это называется природный стиль. Не понимаете. Природный, роскошный стиль. Вот ленивые пахнут вальцы, вообще. Видимо, мы только затраты. Смотрите, смотрите, вот. Ну, либо вот так вдоль дороги можно идти, либо вот так по песчанам стало. Стало холодать. А, определенно. Пардон, а вот он нарисовался променад, наконец-то, кусочек. А тем временем солнце садилось, небо приобретало такой розовый оттенок. Закат, кстати, не очень красивый в партимане. Солнце садится далеко за весь рехол. Начинает дуть уже прохладный ветер. А мы засели в уютный ресторанчик, чтобы отведать рыбных продуктов. Денчиком замерз. Лубашка, лубашка, можно что делать? Что, холодно вам? Не 7 лет, да? Немножко колхонный, не май месяц. Сидер нельзя. И вот принесли наше блюдо. Посмотрите, у меня какие-то королевские креветки. А у Даши тоже креветки, только с торта соусом. Только как в каре, по-моему, да. А, в каре. Ням-ням. А, иди, как-себас, приготовленный на гриле. Ням-ням-ням. Смотрите, какая бурная ночная жизнь в Артемане. Просто все кипит. Рыночки. Шатры. В шатрах продают какие-то украшения. Бусы какие-то. Бусы какие-то. Батя, батя. Модные вязаные. Смотрите, что вообще, шляпы. Бесконечная улица, магазиновые тыри. Ну, вы лентяи. Активно. Суицку народу выберлось гулять на рыночек. Бабульки ходят. Крутые пацанчики с девочками. Ничего не напоминает вам? Меня прям Крым напоминает. Не помню. Нет, в те времена, которые я была, по-моему, там не очень много было. Я вообще не помню машину. Я вообще не помню машину. Там, наверное, Мерседесы одни, да, небось? Не помню. Не помню. Все вот это побережье, и все вот это колхозные отели, и люди, и эти рынки. И все это напоминает очень наши курорты. Ну ладно, классно же, что? Не, ну классно. Не знаю, когда я был на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, это было в таком состоянии, в котором даже в Портимяо, это, блин... Ну, а ты по Портимяо, менял бы, мы шли по каким-то там кустам описанным. Даже не сравнится, это было в Сочи Олимпиадах. Чего ты сейчас наехал на Сочи на Олимпиадах? Да что ты наехал? Классная же была Олимпиада, не слушайте его все. Олимпиада была классная. Олимпиада была классная. Обычно, я лучше слушать, потому что у меня стихноха. Вот такая площадь с фонтаном. Люди смотрят, и думают, что одна штука такая. Возможно, например, в Люнхене была не очень удачная Олимпиада. Ладно, Олимпиада была классная, реально. Очень атмосферная. Мяу. Мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу.